Доброе утро всем, кто к нам подключился. Мне безумно приятно быть первой сегодня выступающей в этой сессии, которая на сегодняшний день, мне кажется, будет вводной для последующего обсуждения всего, что мы запланировали, всего, что достигли и что хотим достичь. Итак, системная терапия ракомолочной железы. Как вы знаете, терапия ракомолочной железы базируется на трёх китах. Хирургическом лечении, лучевой терапии, ну и королевой царицей полей является системная терапия. Если вспомнить ещё совсем недавно, каких-то 50 лет назад, в нашем арсенале было только химиотерапия и эндокринотерапия, и мы как могли лечили наших пациентов, и что-то у нас получалось. С пониманием молекулярно-биологических основ прогрессии ракомолочной железы стали развиваться всё новые и новые направления. В практику лечения ракомолочной железы вошла антиэнгиогенная терапия, антихерм-2 терапия в виде моноклональных антител и террозинкеназных ингибиторов. Появился МТО-ингибитор, ну а дальше, как из рога изобилия, посыпались всё новые и новые препараты. И связано это, конечно же, с тем, что мы всё глубже стали понимать механизмы развития опухоли, развития резистентности к базовому лечению. И появились ингибиторы циклинозависимых киназ 4.6, ингибитор фикклесией, иммунотерапия парп-ингибитора, и появились конъюгаты моноклональных антител с цитостатиками. Выбор варианта системной терапии на сегодняшний день при раке молочной железы основывается прежде всего на молекулярно-генетических характеристиках. Мы пока пользуемся по-прежнему, к сожалению, суррогатными, то есть основанными на данных иммуногистохимии по типам рака молочной железы, и тактика лечения выпирается именно на основании этих характеристик. Могу сказать, что длительное время рак молочной железы лидировал в возможностях персонифицированной таргетной терапии, потому что мы имели как минимум две мишени. Мы имели рецепторы эстрогенов, и мы имели HER2-экспрессию. И на основании этих данных, на основании развития молекулярной биологии, появилось понятие таргетной терапии. Системные терапии способны воздействовать предпочтительно на опухолевые клетки, имеющие мишень, минимизируя при этом токсическое повреждение других органов и систем. Мишень должна играть одну из ключевых ролей в активации опухолевой прогрессии, иметь прогностическое значение и обладать предсказательной способностью ожидаемого ответа на таргетную терапию. Однозначно и эндокринотерапия, и антихерм-2 терапия носят гордое название истинно таргетной терапии для рака молочной железы. В HER2-позитивном перистатическом раке молочной железы и раннем раке молочной железы херм-2-позитивно достигнуты наилучшие результаты. Медиана общей выживаемости уже сейчас перевалила за пять лет. И на сегодняшний день в нашем арсенале имеются и моноклональные антитела, тростузумаб, пертузумаб, неодобренный у нас маргетоксимаб, терозимкиназный ингибитор и лапотениб, неодобренный у нас неротениб и тупотениб, и коньюгаты антителы HER2 с цитостатиком, доступный для нас тростузумаб и тензин и ожидаемый для нас тростузумаб дарокстикан. Для гормон позитивного HER2 негативного статического рака молочной железы появление ингибиторов циклинзависимых киназ 4,6 произвели революцию. Были получены беспрецедентные результаты медианы времени до прогрессирования, составляющие более двух лет по сравнению с еле-еле достижимыми на фоне ингибиторов и ароматазы 14-15 месяцами. У больных, имеющих прогрессирование на фоне эндокринотерапии, комбинация ингибиторов циклинзависимых киназ с фулвестрантом позволила получить двукратное, по сути дела, увеличение медианы времени до прогрессирования. И вот сейчас на АСКО 2021 года были представлены зрелые результаты как минимум уже двух исследований. ПАЛОМА-3 и МОНОЛИЗА-3, демонстрирующих, что такой подход позволяет при использовании либо циклиба с фулвестрантом получить медиану общей выживаемости 53,7 месяцев и почти 35 месяцев в ПАЛОМЕ-3 у больных, более предлеченных при комбинации ПАЛОМА-3 с фулвестрантом. Но мы, понимая, что на каком-то этапе происходит прогрессирование болезни, изучение механизмов развития резистентности к эндокринотерапии позволило выделить ПИТ-рикей, который регулирует множество клеточных процессов, которые обеспечивают рост и деление опухолых клеток. Оказалось, что именно мутация в гене ПИК-3СЕЙ является очень мощным негативным фактором прогноза как для выживаемости беспокрессирования, так и для общей выживаемости больных с раком молочной железы. Появление селективного ингибитора ПИК-3СЕЙ, альфа-субъединицы, апеллисиба, позволило увеличить практически в два раза медиану времени до прогрессирования у больных, демонстрирующих эндокринную резистентность, и увеличить медиану общей выживаемости почти на 8 месяцев. И на сегодняшний день ингибиторы ПИК-3СЕЙ являются новыми представителями варианта таргетной терапии, поскольку доказанным считается, что мутация ПИК-3СЕЙ несёт отрицательное протестическое значение, и именно только эти больные, у которых есть эта специфическая мутация, отвечают на аллилисиб, то есть препарат обладает, и мишень ПИК-3СЕЙ обладает предсказательной способностью, и мы можем говорить о выделении нового подтипа рака молочной железы и варианте персонифицированной терапии для этих пациентов. Успехи в понимании иммуноопосредованных эффектов, успехи в понимании иммуногенности рака молочной железы позволили выделить таргетную популяцию в самом нетаргетном подтипе рака молочной железы трижды негативно. Экспрессия ПДЛ-1 определяет худшую вызываемость. И было показано, что пациенты, у которых имеется экспрессия ПДЛ-1 на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих опухоль, выживаемость наихудшая. Но именно эти больные оказались наиболее чувствительными к варианту иммунотерапии, с химиотерапией. Атезолизумаб с напокритокселом в первой линии лечения метастатического трижды негативного рака молочной железы у пациентов, опухоли которых имеют ПДЛ-экспрессию на иммунокомпетентных клетках, имеют возможность получить увеличение медиана общей выживаемости на семь с половиной месяцев, увеличение объективных ответов, увеличение шансов достижения полной прогрессии проявлений болезни. Рассматривать ПДЛ-экспрессию как истинно таргетную, и назначение иммунотерапии истинно как таргетную терапию сложно, но тем не менее для этих пациентов этот вариант лечения становится по-настоящему персонифицированным вариантом. Понимание, что у нас есть парадический рак молочной железы и генетически детерминированный, позволил определить, что роль врождённых мутаций генов БРК-1 и 2, и оказалось, что в случае врождённого дефекта гена БРК восстановление повреждённой ДНК путём гомологичной рекомбинации невозможно. И результатом такого является либо гибель клетки, либо развитие геномной нестабильности и образование пау. Создание ингибиторов пар являлось инновационным лекарственным препаратом из группы синтетических малых молекул с двойным механизмом действия. Непосредственное блокирование активности белка пар и образование так называемой парп-ловушки для комплекса белок парп-повреждённой ДНК, который блокирует присоединение других белков лекараций к месту повреждения ДНК и вызывает синтетическую летальность клетки. Внедрение в практику парп-ингибиторов талозапариба и аллапариба позволило у больных, предлеченных, получить увеличение медианы общей выживаемости и снижение относительного риска прогрессирования на 40-45%. А в этом году мы получили возможность оценить возможность применения парп-ингибитора аллапариба в качестве однолетнего назначения и в адювантном режиме. Было показано, что такой подход по сравнению со стандартными вариантами адювантной терапии для БРК мутированных пациентов КР2 негативных снижает относительно риск рецидива или сперта на 42%. Абсолютные различия трёхлетней выживаемости без событий составили почти 9%. 8,8%, что на сегодняшний день является по-настоящему революционным для этих пациентов, имеющих значимо худший прогноз, чем пациенты, у которых опухоль имеет спорадический характер. На сегодняшний день парп-ингибиторы в терапии БРК ассоциированной ракомолочной железы заняли свою достойную позицию, позволяя получать выраженный объективный ответ, частота объективных ответов, что при использовании лапариба, что при использовании лазопариба превышает 60%. Это позволяет рассчитывать на быстрый симптоматический ответ у этих пациентов. И в случае, когда речь идёт о быстром достижении противоположного ответа, у пациентов с БРК ассоциированной ракомолочной железы мы имеем уникальную лекарственную опцию, позволяющую не только получить объективный ответ, но и увеличить медиану времени до прогрессирования. Ну а по результатам исследования Олимпия мы предполагаем, что в будущем мы получим новую лекарственную опцию адювантного дополнительного лечения для пациентов БРК ассоциированным ранним ракомолочной железы. Можем ли мы рассматривать такой подход как истинно таргетная терапия? Пока спорно, но тем не менее выделение БРК ассоциированной ракомолочной железы заставляет нас выделять новую подгруппу больных, требующих особого подхода. Ну и в заключении я бы хотела дать то неожиданное, о чём говорил Пётр Владимирович. Концепция волшебной пули, то есть адресная доставка цитоксического яда, идея, которая бередит умы учёных на протяжении уже более чем ста лет. Разработка моноклональных антител, нагроженных цитостатиком, ускорилась в последние десятилетия. Всем вам хорошо известен такой конъюгат моноклонального антител цитостатиком как ростузуматом тензин, который позволил существенно изменить судьбу больных херва-позитивным раком молочной железы, демонстрировав высокую эффективность как у пациентов сильно предвеченных, так и у пациентов, прогрессирующих на первой линии пертузумат- ростузумат-таксан. На сегодняшний день ростузумат-тензин занял свою позицию и в пост на элодювантном лечении, позволяя дополнительно еще 8, а то и 11 пациенткам из 100 увеличить шанс на время без прогрессирования. Новый моноклональный цитостатик, соединенный с моноклональным антителом, моноклональный антителок ТРОК-2, соединенный с производным гибитора ТУБЭЗМИРАЗА-11 цитузумат-гавитекан, пока недоступный в Российской Федерации для пациентов, имеющих трижды негативный рак молочной железы, прогрессирующий на двух линиях стандартной предшествующей терапии, произвел по-настоящему революцию, позволяя получить объективные ответы у каждой третьей пациентки, увеличивая существенно до почти 6 месяцев медиану времени недопрогрессирования и давая возможность пережить как минимум медиану однолетней выживаемости 12 месяцев по сравнению с 6,5 месяцами при выборе врача и продолжении терапии с стандартными подходами. Ну и самая бомба это препарат тростозумат-гавитекан. Он отличается от предшествующих конъюгатов моноклональных антител с цитостатиками тем, что к этому моноклональному антителу к ХИР-2 рецептору присоединено значительное количество цитостатика тоже производного ингибитора топоизомираза-1, но в отличие от предшествующих препаратов после того, как препарат присоединяется к клетке несущей мишень ХИР-2 рецептор интернализируясь в цитоплазму имеет способность после этого диффундировать назад в окружении клетки и повреждать близлежащие клетки даже не несущие мишень ХИР-2. Использование тростозумаб-дерокстикана у сильно предлеченных пациентов, получавших как минимум пертозумаб и тростозумаб-пинтензин, позволило достичь частоту объективных ответов более чем в 60% больных и получить медиану выживаемости без прогрессирования у пациентов, получивших в среднем 5, а даже 27 линий предшествующего лечения в 16,4 месяца. Тростозумаб-дерокстикан это новый класс конъюндированных мегалональных антихер-2 антител с акцентом на цитостатик. Здесь действующее начало цитостатик уникальный. Действие производится вне зависимости от биологического типа опухоли и, возможно, выраженности экспрессии мишени. И это меняет наше представление о подтипах ракомолочной железы с возможностью в будущем, наверное, выделения ракомолочной железы с низкой экспрессией HER2. Но наличие мишени всё-таки необходимо, и она, эта мишень, должна быть обязательно определена до начала лечения, так как предсказывает эффективность. На сегодняшний день мы получили новый вид терапии, таргетной химиотерапии. Успехи в терапии медицетического ракомолочной железы связаны с персонализацией лечебных подходов в зависимости от молекулярно-генетического подтипа. Мы имеем возможность выделять не только гормон позитивный HER2, позитивный, прежде негативный рак молочной железы, но и рак молочной железы с низкой экспрессией HER2, рак молочной железы с низкой экспрессией рецепторов эстрогенов, рак молочной железы с БРК ассоциированный и наше будущее это таргетные цитостатики. Что же изменилось в системной терапии ракомолочной железы? При раннем раке молочной железы нет больше многокомпонентов режимов химиотерапии, а есть доза уплотнённые и последовательные режимы. Появилось понятие постнеодювантной терапии. При метастатическом раке молочной железы практически не осталось места моноэндокринотерапии, а появилась комбинация ингибиторов циклонезависимой киназы 4,6 как базового режима терапии, появилась последовательная применение монохимиотерапии и появляется усиленная дювантная терапия в виде добавления ингибиторов циклонезависимой киназы 4,6 и, возможно, фарпингибиторов. Ну и будущее, на мой взгляд, за таргетными цитостатиками. Системная терапия при раке молочной железы это базовый и неотъемлемый компонент лечения на любом этапе болезни, а выбор должен основываться на регулярных генетических характеристиках опыта. На подходе новые принципы выбора варианта и сами новые варианты системной терапии. Я очень надеюсь, что скоро это всё станет нам доступным. Спасибо за внимание.